А поговорим мы сегодня о вредных привычках для нашего здоровья. Вот первая привычка – не обжирайтесь, но не ешьте вареники с картошкой, это вкуснятина, конечно, но если будем мы ежедневно есть вареники с картошкой, то и сами будем, как вареник с картошкой. И бедная привычка – хвастаться. Ну, какая женщина не любит похвастаться? Тем более, что вам очень понравилось, как говорите, это платится. Это не платится, это всего лишь навсего топик из двух платочков. Видите, как просто и легко можно сделать такую красоту, которая привлекает ваше внимание. Мне от этого тоже очень приятно. Еще одна привычка, но это уже не вредное, это полезно. Это уже и мне приятно, и вам приятно. А вот есть еще вредная привычка, на мой взгляд, это соблюдение диет. Диета должна быть только у кого? Ну, то, кому она нужна. Не дай бог, после операции тяжело больные люди. Там нужна диета. Хочешь, не хочешь, но ты вынужден ее соблюдать. Иначе будет большая-большая проблема. Но диетой увлекались и 50 лет тому назад, и сейчас. И будут всегда увлекаться диетой. Почему это привычка вредная? Потому что иной раз неправильно к этому подходят. Вот есть здоровая полнота, красивая полнота. Но зачем эти диеты? Для кого-то, для кого-то не нужно худеть. Ну, для себя можно. Но для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно или чисто генетически, все у вас были худенькие, стройные, подтянутые, или же трудиться, постоянно над этим вопросом трудиться. Так просто ничего, конечно, не получится и не бывает. А почему мы огорчаемся? Потому что иной раз сидишь, сидишь на диетах, сидишь, сидишь на диетах, и вот вы похудели, там на пару килограммов, иной раз сидишь, 10 килограмм сбрасываешь. Прошло месяц-полтора, и что? Начинают опять поправляться. Еще больше, чем были прежде. Поэтому вы это ошибки. Потом, почему мы огорчаемся? Почему это вредно для здоровья? Потому что ненавидим, допустим, гречневую кашу. Или кефир. А по диете нужно соблюдать. Это вот так, это мы же подбираем диеты. Нам никто так смотрит. Одна подружка сказала, другая подружка сказала. И мы эти диеты повторяем. А мы кашу просто ненавидим. Но мы люди, мы люди, мы люди. Тут кефир, даже не говорите об этом. А приходится на этом сидеть. То есть отказываешь себе в самом таком удовольствии классном. Вкусненько поесть. Не получается. Поэтому я вам скажу. Хотите похудеть, больше двигайтесь. Гуляйте, прыгайте. И меньше ешьте. И полностью исключите вредные продукты. Вот сами выбирайте. Сами же понимаем. Сладости все с квартиры убрать. Сладкие напитки убрать. Конечно, тоже не очень приятно. Но все-таки похудеть можно, если правильно эту диету соблюдать. Но я считаю, что это вредная привычка. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Хотите, соглашайтесь. Но вы сказывайте свое мнение. Мне даже интересно. Вот я так. Я не сторонница диеты. Я просто исключаю вредные продукты для себя. Все остальное. Да, потом я вам скажу, что даже тяжело больным людям, которые действительно сидят на сражайшей диете. Но если хочется кусочек селедочки, кусочек огурчика, то почему нельзя? Можно. Все можно. Но только маленький, маленький кусочек. Самая большая вредность – это малоподвижный образ жизни. Сейчас, наверное, этот малоподвижный образ жизни у всех. Это привычка очень-очень вредная. Ну, компьютер. Был еще телевизор. Пол беды, да. Там посидел, так полежал, почитал еще дополнительно что-то перед телевизором. А тут от компьютера не оторваться. Потом от этих телефонов, я вообще вам скажу, вот этим, которым я сейчас снимаю. Это же с ним просто не расстается. Иду на пряжь, смотрю, лежат, смотрят в этот телефон, еще и наушники. Ну, во-первых, я считаю, что и на слух это не очень здорово, на голову. Все-таки голова устает, особенно у кого повышенное давление с наушниками. Ну, тяжеловато. А потом на глаза, потому что те лежат, те вот так вот нагнулись. Вот так вот склонились, наверное, таким телефоном. Что там видно, не знаю. Или вот так вот лежат это все близко. Ну, не знаю, как у вас там зрение выдерживает. Это, ну, привычка далеко-далеко вредная, мне кажется. Может, я ошибаюсь, можете поправлять, можете за мной, я же свое мнение. Ну, я же какой-то блогер, хочу что-то сказать и с вами поделиться. Но самое ужасное, когда рано утром встаешь, садишься у компьютера и смотришь. Ну, естественно, сразу первое, что это свои видео. Или любимого блогера. У меня, допустим, есть несколько любимых моих блогеров, которых я смотрю. Знаете, каждый раз, только не запустили в скайпе-то, я смотрю. Ну, это такое любимое для души. Мы же говорим о вредных привычках. Значит, смотрю, открываю, ага, комментарии, читаю. И, ага, что-то спрашиваете, надо же ответить. И как только я начинаю отвечать, сейчас прямо как, может быть, несчастье или счастье, у меня компьютер зависает. Он почему-то, не знаю, какие причины, может, мне подскажете. Зависает, вообще, работать очень-очень сложно. Поэтому и читать сложно, и писать сложно. Но есть в этом деле плюс какой. Если я пишу комментарий, это прямо с утра. Стою довольно рано. То, ну, время бежит так незаметно. Ну, буквально одна секунда, и всё. Смотрю на часы. Боже мой, уже половина третьего. Обид. А я, как говорится, и с собой не прибранная. Им вообще ничего не приготовлено. Ну, утром, правда, чай выпила, чай есть. Я-то, как близко, себя, ну, так это успокаиваю. Хоть что-то полезное сделала. Ё-моё. А шея чугунная, голова квадратная. Устала уже, чисто устала. Чего я устала? А то, что сидела вот так вот, понимаете, в одном положении. Ни разу не встала даже. Вредная привычка, вредная. Думаете, вечером проще? Вечером тоже. Так сядешь. Значит, уже утренняя прогулка, я уже бай-бай сказала. Уже всё. Ну, нет, уже она ушла, да. Значит, вечерняя прогулка. Надо успеть выгулиться, как я говорю. Если не выгулишься, сядешь опять за компьютер, опять та же история. И пошло-поехало. Вечером какие-то даже еще сиды появились, потому что там в течение дня что-то делала, да, всё-таки что-то делала. Двигалась как-то. То же самое. Смотришь, Боже, уже час ночи, два часа ночи. Тут уже сама, знаете, как полу-варёная, уже никакая. То есть, вот вам и здоровье. Какое будет здоровье? Будет недосыпание, да? Или вообще плохой сон. Или вообще полу-насу. Я сонется. Но вот с этим, с этой причиной, это очень плохая. Такая, ну просто, ну не знаю, как привычка, ужасная привычка. Недосып и бессонница. И как с этим бороться? Вы знаете, тут уже ни вы, ни я вот совет не могу дать. Если вы что-то знаете и можете как-то вот меня научить, то подскажите. Потому что не всё от нас зависит. Почему? Я вам скажу. У кого частный дом, конечно, кто-то этого не понимает. А кто живёт в высотках? Тут уже как повезло. И будто вы хорошие люди, и культурные, и приличные, и приветливые. Но, есть большое но. Ложайся, так повезло, наверное, сегодня. Ну, в 10 часов. Опа. К 11 уснула. И тут бам, 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 бам. Ой-ой-ой. Просыпаюсь. Откуда? Что? Что за стук? Что за грюк? Соседи пришли. Ну, пришли. Ну, пришли домой. Я думаю так. Ну, в чём же они ходят? Ну, то ли там кирпичи привязанные. Ну, как это надо ходить? Ба-ба. И так бегом, 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 бегом. Бегают или прыгают. Я уже не знаю. То же это падает, то же это грюкает. Ну, проснулась. Ну, хорошо, если к часу они уснули, легли. Господи, успите, люди дорогие мои. А если позже, то ещё хуже. Ну, короче говоря, и так, и так вот. Потому что, наверное, многие меня поймут, что если тебя уже разбудили среди ночи, я считаю, до утра не уснешь. До утра это мучительная ночь, мучительное утро и пропащий, я скажу, пропащий день. Ну, вообще-то ходишь. Вот это, как мокрая курица. Вот это вот, голова действительно кружится. И давление, конечно, естественно, повышенное. И начинаешь вот эту гадость опять куда-то пить, и себя там не массируешь. Вот мне скажите, вот как тут поступить? Вот как от этой привычки, которая от нас как бы и не очень-то зависит? Ну, как с ней справиться, чтобы можно было ночью спать? Я не знаю. Ещё я вам скажу привычка. Плохая привычка быть доверчивой и доверять. Ну, какая же связь между тем, что мы доверяем, да, и здоровьем? Ну, доверяешь, так не доверяй. А вот доверчивая, старая доверчивая. Особенно это сказывается даже в наше время, когда у нас любимые блогеры, мы переписываемся. Некоторые даже перезваниваются, там, встречаются. Ну, это так. Смотришь видео, и тебя смотрят. И тебе пишут такие лестные, такие хорошие комментарии. Я говорю, бойся лезть. Не помню, кажется, это Сковорода сказал. Вот то, когда тебя так облизывает, какая-то, какая-то, может быть большой подвох. И вдруг ты случайно узнаёшь, что этот человек, эта женщина, которую ты уважал, которую ты понимал, и которая тебе так это как будто бы и любила, и тоже уважала, а она такое, а она тебя вот так вот, как она говорит, то ли мордой, то ли рожей, да врез, да врез. Ой, как это неприятно. Ой, как это, ну, это же и был расчёт. Правильно? Не будь доверчива. Держись, говорится. Знай меру. Не нужно всё рассказывать, не нужно всё показывать. Тогда будет меньше тебе печали и оврачений. И здоровье сохраним, да? Сохраним. Потом ещё такое тоже вот это по поводу доверия. Магазинчики, базарчики, когда мы что-то покупаем. Я не люблю на базарах, вот не любила и не люблю. Что-то примеряешь, ну, типа, вот мой топик, да? А тебе говорят, ой, как хорошо, ну, это чисто для вас. Это чисто, это вот последний остался. Ой, как вам хорошо. Ой, какая же вы красивая. Вот ты-ты-ты-ты-ты-ты. И ты такая довольная. Ой, спасибо вам, спасибо, спасибо, что предложили. И тебе упаковали. Или ещё хуже, допустим, на рынке, где продают овощи. И тебе, ой, я вам наложу, я вам сейчас это всё. И вот этот пакетик сладывает. Ну, допустим, помидорчики. Она наложила, наложила. А я ей спасибо, спасибо, денежку заплатила. И пошла домой. Пришла домой, глянула в зеркало. Боже мой. Да это же на мне как это. И как торба. Висит всё, понимаете? Ужас, ужас, ужас. Ну да, эту тряпку можно пойти и отнести. Я же тряпка. Может, это уже не весят. Ну, просто тряпка. Висит тряпкой. Никакой вообще. Ну, она не... Знаете, вещи всегда нужно примерять. Вот ты, наверное, смотришь, она красивая. А ты-то себя примерил, ужасно. Другой раз смотришь. Ну, такое невзрачное, когда платье или там кофточка. А примерил, и она заиграла. Вот. Это нужно брать тогда. Ну, надо в зеркало смотреть перед собой. И оценивать. Ну, конечно. Они-то принимают товар. Но это же уже труд. Время твоё. И плохое настроение. Ну, а когда помидоры открываешь. Боже, а там половина гнилых. И там другие овощи. Ёлки-палки. А ты ещё спасибо, спасибо. Тут уже и возврата нет. Потому что, правда, что там где-то, как говорится, на дорожке, как я говорю, там на базарчике. Сама виновата. Вот от этих привычек нужно избавляться. А вы что скажете? Какие ещё вредные привычки? И как от них избавиться? Я вам всем желаю крепкого здоровья. И как минимум вредных привычек. А жить только с полезными привычками. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok